Как бы мы ни старались, но развод всегда отражается на дальнейшей судьбе как родителей, так и ребенка. По данным Белстата, число разводов за 2015 год составляет около 33 тысяч, с учетом того, что свадеб состоялось 82 тысячи. Вот и получается, что почти каждый третий брак заканчивается разводом. Причины расторжения брака разнообразные. Алкоголизм одного из супругов, квартирный вопрос, недостаток средств для проживания, частые скандалы, а также зачастую причиной разрыва отношений становится вмешательство родственников. А каково это ребенку переживать разрыв родительской связи, ведь в любом случае он кого-то из них потеряет? Дети при разводе могут стать агрессивными. Ну, это в основном последствия развода. В таком случае родителям нужно как-то в мирное русло это все переводить. Затем дети могут возобновить свои фобии, от которых они отказались раньше. То есть страх темноты, боязнь собак или одиночество. Даже могут быть физиологические расстройства. Интересно, например, очень участвуют. Все это нормально, что бывает. Но есть и другая сторона медали. Развод, конечно же, не лучшая вещь в жизни наших детей. Но это не значит, что следует жертвовать своим будущим. Ведь если обойтись без развода, на ребенка рано или поздно повлияют неидеальные родительские отношения. Что же остается делать, спросим мнение горожан. И все-таки задуматься об этом очень серьезно надо. Все взвесить конкретно. Как ребенок будет жить в состоянии с одним родителем. Это же очень важно тоже. Может ли второй родитель без... Ну, то есть не препятствовать должны даже, если они разводятся. Взрослые люди уже. Всякое бывает в жизни. Но в любом случае, понимаете, ребенок должен ощущать, что у него есть оба родителя. Конечно, семья – это все. Семья – это... Ну, это самое главное, что есть. Ребенок должен в полноценной семье жить. Отец, мать. Ну, ребенок – это же твоя кровь. Как это бросаться? Это нехорошо. Ребенок – это же как бы часть тебя, ну, в таком смысле. В принципе, конечно, вопрос спорный. Если люди разводятся, и у них нет детей, то, возможно, так сказать, они не приносят никому, так сказать, боли или травм. А если есть дети, то они, как правило, не виноваты в том, что у родителей есть какие-то проблемы. Ну, последнее же слово все равно за женщиной, да, будет в этом случае. Ее уже будет не удержать, наверное. Значит, надо отпустить. Если мужчина, если мужчина, ну, он должен быть мудрый. Он должен понимать, что у женщины могут быть капризы, что у детей могут быть капризы. Соответственно, ну, я думаю, мужчина должен уметь разрулить в любую ситуацию. И кто из них прав, мне все равно, ведь они оба мне нужны. Я засыпать привык давно, подруга не за стены.